Мы воспользуемся вот этой системой менеджмента, она называется, и по трубу проверим друг у друга. Одна из победительниц конкурса на денежное поощрение лучших учителей, преподаватель русского языка и литературы Наталья Алёшина, всегда подходит к учебному процессу нетривиально и творчески. Её занятие похоже на своеобразную игру, в которой ученики охотно принимают участие. Вот и на сегодняшнем уроке, который проходит по сингапурской системе преподавания, класс разбит на группы, и каждая четвёрка объединена общей целью. Это объединение различных лучших методик мира в одну систему. Но её особенность, я так скажу, не преимущество, а именно особенность в том, что она направлена на коммуникацию, то есть на развитие речевых, в первую очередь, навыков детей. Вообще, следование самым передовым и современным методикам – сознательный выбор Натальи Владимировны, педагога с 15-летним стажем работы. За все годы преподавания она задала себе высокую планку. Образ современного учителя заключается в том, чтобы этот учитель, педагог, всё время шёл к каким-то новым вершинам и вёл за собой ребят. Я стараюсь следить за всеми новшествами. Скучающих учеников на уроках Натальи Алёшиной не бывает. Ребята с удовольствием посещают её занятия, ведь каждый раз – это новые открытия и знания. Мне хочется приходить на уроки Натальи Владимировны. Никогда не знаешь, что будет на данном уроке, на который ты идёшь. Всегда что-то новое. Наталья Владимировна достаточно интересный современный учитель, который может объяснить новую тему достаточно интересно. Она периодически проводит с нами интересные игры, которые помогают нам лучше понять тему. Нам, в принципе, с ней достаточно интересно и весело. Воспитанники Натальи Владимировны благодарны учителю. Год из года своими успехами в учёбе подтверждают, что её современный подход к преподаванию – правильное решение. Качество образования у её детей высокое. То есть дети при сдаче ОГЭ-ЕГЭ в её выпускных классах и стобальники есть, и набирают баллов от 80 до 90. Поэтому, наверное, благодаря её работе, результативной работе, вот такие показатели. Отличные показатели учеников – это залог успешности всей школы. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошелева. Видное ТВ.